Сегодня телекомпания ТВ Рассказово отмечает свое 17-летие. Этот день рождения только часть истории всего телевидения в нашем городе. Помните, как в 90-е на экраны выходили зарубежные фильмы, велись практически в прямом эфире трансляции событий, которые могли быть интересны и полезны тогда еще неизбалованному телезрителю. Мы встретились с первопроходцами, как в народе называют рассказовского телевидения, с воспоминаниями 20-летней давности они поделились с нашей съемочной группой. Наверняка многим из телезрителей мой собеседник не знаком. Признаюсь, и мне с ним пришлось встретиться впервые. Хотя его фамилия была мне более чем знакома. Это Виктор Аркадьевич Кудрявцев. Да-да, тот самый Кудрявцев, чья фамилия вошла в название организации «Куга», который и стал основоположником телевидения в городе Рассказово. Согласитесь, основать телевидение в 90-е в небольшом городке было на грани фантастики, но цель была поставлена, и Виктор шел к ней очень напористо. Я был в Рязанской области, город Касимов такой есть, и ребята там открыли телевидение. Я приехал к другу, я говорю, о чем? Вот наш местный телевидение. Я говорю, а что бы у нас тут не создать этот телевидение? И начал искать, где можно купить аппаратуру, все прозванивал. И, значит, то, что в Москве какая-то воинская часть продавала электронслятор. Он шел еще в Германию, когда началась в Германии, и войска стали оттуда выводить. Он был совершенно новый. Купили этот электронслятор. Вот, поэтому начали создавать здесь телевидение. Оттуда привезли, поехал, чтобы получить разрешение, Московский военный округ. Вот, они давали чистоту там. Вот, потом Ростелеком, это в Москве на Тверской улице. Они давали там лицензию, все. По-моему, на три или на пять лет они давали лицензию. Я ее два раза покупал, эту лицензию. В то время, первый раз, когда она не так была, дорого стоила, потом она дорого стала. И когда заканчивался мне лицензия, когда Сергей Русланович, значит, договорились, что отдать ее телевидение, вот, он говорит, ты ее оставь. На тот момент телевидение не имело многих технических возможностей. Оно, в принципе, было другое. Но на тот момент было неповторимым и уникальным для каждого его зрителя. Сергей Николаевич Ситников – еще один герой нашего сюжета. Он первый техник, видеооператор и выпускающий эфира. Пока еще не было названия. Это была фирма Куга, которая решила открыть телевидение в нашем городе. Это 93-й год, 28-е января. То есть вы с этой даты уже были в Куга? Да. Мы уже начали монтировать станцию, ее завезли на Бехимзавод, установили там ее. Тамбовские мастера приехали, ее настроили. Никто не знал еще, что это телевидение, это все новое. Не было никаких ни программ, ни оборудования особенно, никакого не было даже в продаже. А как люди узнали, что можно включить какую-то кнопку на телевизоре и увидеть на то время еще фильм? Ну, во-первых, я придумал такую программу сам на языке ассемблера и на бэйсике еще, на компьютере ZX Spectrum. Это такой компьютер еще до IBM Pentium был. И эта программа, на ней можно было печатать объявления, поздравления, набирать тексты, корректировать там тексты и сохранять их. На магнитном носителе все это сохранялось. После чего, когда уже была готова эта программа, я начал пробовать запускать это все в эфир. Но у нас была нестыковка, у нас видео шло по одному каналу, компьютер по другому. Нужен был придумать такой переключатель. Вообще это видеопульт, да. Тогда еще нельзя было купить такой пульт. Невозможно, он очень дорого стоил. Мне пришлось сделать самому небольшой устройство, которое переключало эти... И мы давали заставку. 2-3-го люди это увидели уже. Было объявление по городу расклеено, что 2-3-го пробный эфир. Здесь очередь уже на поздравления. Прямо сразу и поздравления пошли. Ну, мы попробовали 4-го поздравить там. У нас что-то там не очень-то пошло. Сбой были в передаче в станции, в работе станции. А 8-го марта мы объявили уже официальный выход. В эфир выходили зарубежные фильмы. Они проходили цензуру через отдел культуры. Но так или иначе имели популярность у зрителей. Небывалый спрос вызвала рубрика поздравлений. До 60 штук заявок принимали в день и выпускали в эфир. А еще жителям стали показывать будние праздники родного города. Хотелось в свое время рассказывать, чтобы какие-то съемки велись. Купил видеокамеру Panasonic. Ее еще когда-то, она такая профессиональная. Мы на эту видеокамеру смотрели, как она очень большая. На плече Сережа ее носил. Сымали какие-то съемки с Лидией Павловной. Я сейчас не помню, это прошло уже очень много. Сымали съемки, делали. Были выборы. Тогда еще приходили, значит, кто там депутаты. Тоже, значит, оплачивали деньги, вот, значит, на выборы. И, значит, заказывали эфирное время, проплачивали все. Первым журналистом для нашего ТВ стала Лидия Павловна Иванова. Сегодня она гость нашей студии. На тот момент о дополнительной технике, освещении и даже просто о лишнем компьютере можно было только мечтать. Но небольшая команда работала и в таких скромных условиях. Эта мысль его, конечно, нас всех взбудоражила. То, что сделать телевидение, вещать, рассказывать о новостях и так далее. И мы стали с Лидией Викторовна ему помогать. Юрий Семенович дал добро. Пожалуйста, он имеет право и так далее. Но было очень сложно. Потому что ведь просто в эфир не выйдешь. Надо иметь разрешение. Поэтому Виктор Кудрявцев проделал колоссальную работу для того, чтобы выйти в эфир. А времена были очень тяжелые. Прежде всего, было очень тяжело с продуктами. И когда он ездил в Москву, ему приходилось приезжать туда со всякими могорычами. Будем так прямо говорить. Я взялась за это дело чисто добровольно. На общественных началах. Почему? Потому что я была заинтересована. Может быть, это мне нравилось. Хотелось показать наши события, прежде всего, культурные. И, безусловно, нашу жизнь. Нашу жизнь, такую деятельную жизнь, наша администрация. Мы объявляли и говорили, что сегодня будет концерт. Мы надеемся, что в зале будут люди. Ну, а тот, кто придет, это, видимо, те люди, которые любили вокально-инструментальные ансамбли славяне. И вообще любят жанр, эстрады, вокально-инструментальных ансамблей. И, безусловно, нашу жизнь. Очень приятно, что сегодня в зале немало народу. Да, действительно, сегодня юбилей. Лидия Павловна Иванова с удовольствием совмещала две работы. Тогда она была начальником отдела культуры Рассказовского горосполкома. Но на улицах города ее узнавали благодаря выходу на экран. И порой ведь я знала, что меня тоже снимают. И мне надо было как-то выглядеть, чтобы я достойно на экране была, выглядела. И порой мне приходилось быть даже в берете. Вы знаете, да, был беретик на мне, беретик, потому что особенно на улице, это даже я была в беретике. И мне уже говорили, девушка в берете. Выходила на экран, девушка в берете. Это потом случайно я узнала. Потому что вот так вот строилась вот работа. Потому что неожиданно что-то сделать и так далее. Я была не готова к этому моменту, вот, внешне. Поэтому вот так как-то выходила из этого положения. Мы много, очень много делали передач. Мы показывали на предприятиях были, в больницах были, в отделе внутренних дел были. Ну, налогово очень часто, кстати говоря, потому что по законам особенно. С медициной мы встречались. И с работниками культуры. Она очень правильно задавала вопросы, когда мы снимали сюжет в налоговой, вот здесь в администрации. И всегда умело переходила с темы беседы на другую. И у нас монтаж практически не требовался. Нельзя сказать, что и Сергей Николаевич был просто оператором. Ведь все, что снималось на кассету, без возможности монтажа, выходило на экран. Это был практически прямой эфир. Ну, хочется отметить, что потом пришли еще молодые ребята. Я все-таки один очень трудно и неправильно так. Нужно, чтобы команда работала. Это Валерий Зеленцов, Александр Захаров, Сергей Порфильев. Еще там были ребята. Они очень талантливые. Никто не мог через мою студию пройти, простой человек. Там все проверяли все этот дом. Я показал им, как вести эфир. Они в прямую ввели эфир. В 2001 году руководство сменилось, и телевидение стало принимать совсем другой облик. Большое начало сделал Кудрявцев Виктор. И это большое достижение, это его напористость, его желание. И, конечно, мы на протяжении этого времени благодарны быть ему, Сергею Руслановичу, за его развитие. Мы должны благодарить за то, что телевидение у нас вышло на такой вот уровень местного значения. И ваши все работы на протяжении вот этих лет, конечно, там менялись сотрудники, но передачи всегда выходили. С этой даты у телевидения появились официальные новости, но пока без студийного ведущего. А потом творческая команда вошла в кураж и стала придумывать телевизионные заставки, промо-ролики. На тот момент телевидение сделало большой прорыв. Независимо от времени работы ТВ, наши съемочные группы сотрудничают с руководством города. Валентина Викторовна Кубышкина, будучи главой города, с ее слов видела телевидение как возможность рассказать о чем-либо оперативно. И с уверенностью знала, что это увидят жители Рассказова. То, что неудобных вопросов, их было много, они и сейчас существуют. И в любом случае, я еще раз говорю, мое отношение, вот когда поднимается вопрос острой, когда идет критика в адрес, наверное, руководящих лиц, то моя личная была позиция не уходить в песок, не скрываться от этого, а постараться как-то решить эту проблему. Ведь она не всегда решалась, и мы знаем об этом, потому как были объективные на то причины. Где-то нехватка финансовых средств, где-то какие-то еще проблемы. А вот все, что зависело от человеческого фактора, вот эти вопросы, я с уверенностью могу заявить, что они решались, они и сегодня решаются. Ну, а то, что объяснимо, ну, здесь лучше честно сказать, открыто, чтобы люди тоже услышали с первых уст. Почему не решается тот или иной вопрос? Вот это было для меня самым главным и самым актуальным. Я думаю, лучше честно сказать народу, сделать, сделаешь ты, решишь ты этот вопрос или нет, чем уходить от прямого ответа на неудобные вопросы. Воспоминания о сотрудничестве с телекомпанией и, собственно, работе на телевидении вызывали у героев нашего сюжета добрую улыбку. Это их жизнь и большая заслуга в развитии на том или ином этапе. Факт о закрытии ТВ для них – это удар, который они принимать никак не желают. Это неправильно. Нужно просто как-то разобраться с бюджетом, передумать все, переиграть, перекраить. Нельзя закрывать телевидение в городе. Жалко, которое создано. То есть мной, ну, жалко. Жалко. Если сегодня мы это потеряем, я считаю, конечно, население, информация будет доходить. Кто-то читает газеты, кто-то не читает газеты. Не каждый может посмотреть вашу информацию, которую вы будете в дальнейшем делать. И очень бы хотелось, чтобы у нас осталось телевидение, как-то подумать над этим вопросом. И я думаю, может быть, и что-то и переломится в лучшую сторону. Пользуясь случаем, я хочу поздравить, во-первых, вашу телекомпанию, пожелать вам дальнейших творческих успехов, ну и право быть на существовании. Юлия Хлыстова, Никита Жилтов. Новости ТВ Рассказова.